Дорогие друзья, всем привет, а в особенности дамы. Согласитесь, то что радовать вас нужно часто. И я не знаю, удается ли мне это делать. И сегодня тот самый день, когда я просто так, без просьб, без лишних просьб, решил сделать вам немного приятно. Вы готовы? А что я спрашиваю-то? Ну вот так уже будет немного поинтереснее. Девчонки, приготовьтесь, расслабьтесь максимально сильно и наслаждайтесь просмотром особняка Милов. Шестой эпизод. Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет, вы на канале Женик, и с вами тот самый стриптизер Педро, который был в начале ролика, радовал кому-то глаз точнее, да? Возможно, на несколько секунд, возможно, вообще не порадовал. Ребят, всем угодить не получится, но, надеюсь, хоть кому-то да понравилось. И если понравилось, конечно же, дайте знать об этом в комментариях, чтобы я в этой сфере, ну, в стрип-сфере, да, развивался и дальше. Как минимум за это я настоятельно прошу прямо сейчас взять ваши пальцы, убрать вашу лень на одну секунду и поставить лайк. Мне будет очень приятно. Ну, короче, ребята, ладно, я приветствую вас всех здесь. Мы сегодня смотрим, ну, одно из моих самых любимых шоу 100% особняк Милф. Просмотры, скажу честно, врать не буду в полном говне. Не уверен, что это шоу прям интересно всем. Но это тот самый случай, когда смотреть я буду до конца 100%. Что хотелось бы сказать? Конечно же, Бусти. Вчера я посмотрел, ну, даже Дима согласился, что, наверное, самый ужасный выпуск мужское-женское, которым можно было вообще изобрести. И я беру перерыв небольшой от мужского-женского. Но если хотите посмотреть этот ужас, ссылочка на Бусти будет в описании. И также я посмотрел во вторую свою подписку Женеку Природа выпуск про змей, про остров змей, который находится около Австралии. Очень-очень-очень интересный выпуск, потому что ты узнаешь огромное количество фактов интересных о змеях. То есть я этого раньше не знал вообще. Короче, прикольно. И залипательно, и познавательно, и, возможно, моментами где-то забавно. Вот, поэтому ссылка в описании. Ищите видео, если вам вдруг все нравится и все удовлетворяет, покупайте. Если нет, не покупайте, пожалуйста. Только чтобы потом мне не читать вот это. А за что я это? Деньги буду платить? Я же не знаю, что... Не платите деньги, господи. Вот, контент я выпускаю в штатном режиме дальше. Вообще, кошмар вот эти вот комментарии. Когда люди начинают осуждать вот этот Бусти, я просто не могу. Я не понимаю, откуда эти люди вообще берутся. Ну ладно. Мерч. По ссылочке в описании также. Плюс на Вайлберрисе есть. Можете набрать Женек мерч. Там все будет. Спасибо большое, что покупаете. Мне очень приятно, что вам нравятся мои вещи. Переходите, смотрите. Размерчики еще имеются. И далее, конечно же, The Best Telegram Channel, от которого отписываются ежедневно по человек 300. Тоже рекомендую подписаться, чтобы не быть в числе тех, кто отваливается. Ладно, на самом деле, опять же, решение всегда за вами. Хотите, переходите. Хотите, не переходите. И сегодня мы смотрим особняк Милв, как я говорил ранее. Поэтому, ребята, последнее, что я скажу перед началом ролика. Еще раз. Не поленитесь, поставьте, пожалуйста, лайк. Это очень сильно помогает продвигать видео. И я знаю, как это звучит. Банально, что вы это слышали уже миллиард раз. Ничего не поменяется. Я буду говорить это всегда. Поэтому подписывайтесь на канал. Прожимайте всего лишь одну кнопочку. Сделайте пальчик белого цвета. И все. И просто смотрите. Хотите фоном, хотите не фоном. Как ваши душеньки угодно. Поэтому я желаю всем приятного просмотра. Самых-самых-самых позитивных выбираться добра, улыбок и т.д. С вами Евгений Макаренко. Конечно же, в нос его. Коленка, ребята. Незамедлительно стартую. У меня это World Bank. С кем я ходил на свидание особенное, я со всеми нашел общий язык. У нас, как обычно, повторение мать учения, которое я отключу через секунд пять. Да, вы точно вместе. Закат реально прекрасный. Только если мама скажет, что закат прекрасный. А я чувствую себя дебилом, когда смотрю все одно и то же. Все, я листаю, ребята, простите, пока. Ну ладно, вот это я бы хотел пересмотреть еще раз. Секунду. Нет, я пока еще ничего не решила. У нас со Стефани есть химия, а ты только все портишь. Мне наплевать, что у вас там. Не груби. Чушь. Ты слишком взрослая для того, чтобы врать. Я слишком взрослая для этих... Лгунья, фу. Сор, все ясно. Стефани мне не подходит. Зрелые женщины в поисках любви. Ну или просто Милф Монор. Смотрите, кому как удобно. Ла Пас, Мексика. Джимми, ты похож на Майкла Фелпса. Выпьем. Да. Пей, 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 пей. Хм, прикольно. На самом деле, чокаться так, типа. Пум. Вот, блин, в 26 лет, нахрен, что нашел интересного. У кого какие новости? Вы вдвоем боретесь за Стефани? Нет. Вчера все стали свидетелями любовного треугольника между нами и Стефани. Эмоции зашкаливали вулкан. Вы больше подходите не на участников, а на каких-то комментаторов этого шоу. Вот вам бы прям подошло, чтобы, знаете, какая-то студия прям конкретно была под вас. Два микрофона Шур вот таких. И вы такие. Вчера была реальная бойня. Страстей. Я пока не буду спешить. Посмотрю, кто в ком заинтересован. У кого уже есть отношения. Не хочу никому наступать. Вот эта прическа еще у него, как будто, не знаю, улитка разложилась на голове. На пятке. Повисло просто. Посмотрите сзади. Чуб какой. Ты что, этот? Тихон из Алеши Поповича. Алло. Мне нужно понять, с кем можно пробовать строить отношения. Разговор, конечно, не получился. Я был в шоке. Лучшее, что было в той поездке. Он просто ревнует. Не люблю наживать врагов. Я не... А он сидит у бара, это слышит или нет? Или как это происходит? Такой. Наживать врагов – это весело. Вчера всем стало понятно, что Стефани и Райан не будут вместе. Он опозорился прилюдно. Рядом со мной зрелая, уверенная в себе женщина. Интересно, во что перерастет наша дружба? Я победил. Он меня ненавидит. Я постоянно говорил ей, если хочешь проводить... А, ну нет, он не слышит, ладно. Время со мной... Смотрите, это стоит Хосе, я уже со спинки узнаю по его трусикам. ...и развивать наши отношения. Скажи об этом ему. В этом главная проблема. Когда я спрашивал, сказала ли она, я ни разу не получал прямого ответа. Да, я как бы, понимаете, с одной стороны, понимая, про что говорит Райан. Прекрасно понимаю. С другой стороны, он меня уже начинает прямо раздражать. Вот он сидит, и у него единственная цель – это подушнить и как-то все вот грамотно разложить. Как он прав, как все неправы. Бля, иди уже лесом, пожалуйста. Хотя, изначально, скажу честно, вот этот вот Аллан Айберсон молодой для меня был прям фаворитом. Я думал, типа, сейчас что-то будет интересное. Но в итоге просто вот это вот вечное недовольное лицо. Отношения со Стефани окончены. Стефани плевать на то. Как бы, если бы это была какая-то там реальная жизнь, скорее всего, я на его стороне. Ну, это проект. Это просто типа шоу. Так, ну-ка, скажи мне еще раз 10 пунктов. Назови причин, почему ты не встала в 5 утра. Что чувствует Райан? Она делает вид, что все мужчины – ее друзья. Это вранье. Прикольно у него волосы, как будто бы просто на 3D-принтере вот так напечатали, положили на голову и все, и они никогда не двигаются. Это не так. Для меня это дело принципа. Ненавижу вранье. Надух не переношу. Попробовал, не вышло. Идем дальше. Как-то так, да? Я здесь, чтобы ходить на свидание. Я открыт к этому. Я был на свидании с Полой. Помню. Мы классно поболтали. У нас есть химия. Тебе нравятся латиноамериканки? Не знаю, хочу ли повторение истории с Мискалем. Я готов переключиться на других. Вы знаете, о ком я. Пришел, увидел, победил. Я не особо знаю о комон. Про Полу, наверное. Мы с Хосе верим вот во что. Если человек не улыбается, если у него плохой день или плохое настроение, улыбнись ему. И тогда он ответит тебе улыбкой. Ладно, давайте проверим. Только не обманывайте. Чтобы хотя бы 5% со мной сейчас сыграли в эту игру. Я улыбнусь вам, а вы мне, давайте, типа, я смотрю, потом... Вот если вы улыбнулись, у вас будет хороший день. Вот и все. И его день станет немного лучше. Райан. Привет. Привет, чем занимаетесь? Ждем, когда ты нальешь ей Мискаль. Думаю, время пришло. Отношения со Стефани подошли к концу. Жесткие были отношения. Реально классные. За вами было очень интересно наблюдать. Между нами с полой есть какая-то химия. Бывают моменты, когда она не такая открытая, как мне хотелось бы. Но я не собираюсь спешить. Я хочу... Может, мне такие же усы, как у него, сделать? Просто 2 миллиметра полоска. Сверху губ такая. Просто так... И что мне тогда расчесывать? Губу свою? Я оставлю вот эти вот. Огромные усы, как у таракана. Да. Хочу направить все усилия на то, чтобы узнать полу получше. Ну все, поле полный пи***. С пола ожидай. Из-за этого может что-то получиться. Пойду за кружкой. И себе возьми. Хорошо. Мне обидно за Райана. По-моему, Стефани ведет какую-то игру. Но я рада, что он больше не в любовном треугольнике. Райан один из моих любимчиков. Мне его не хватает. На первом свидании он поспешил. Хотел меня поцеловать. Поцелуй в лоб? Нет. Я была не готова. Думаю, он это понял. Но я хотела бы перезапустить наши отношения. А, ну если это взаимно, тогда уже интересно звучит. Ну если честно, мне не нравится ее голос. Вот что я только что понял. Он слишком, слишком такой звонкий. Вот это... У вас сбили дружба или нечто боль? Мне, кстати, кажется иногда, что я на выдуманном языке разговариваю достаточно хорошо. То есть, если бы я сел в такси и начал бы разгорать по телефону, я думаю, в любой стране бы человек п***ил. Вот смотрите, я сажусь в такси. Согласитесь, есть какая-то это... Сейчас, ребят, это я просто записал голосовое начальнику. Это невыдуманный был голос, просто я сегодня пропускаю работу. Это больше, чем дружба. Но его мама... Проверю, не слышит ли она. Из-за нее он какой-то замкнутый. Билли хороший парень, но мой фаворит не он, а Хосе. Правда, все-таки переключилась на Хосе. Билли проявляет ко мне интерес, а Хосе не слишком напирает. А из-за того, что не слишком напирает, интерес-то возрастает, ребята. Он общается с другими девушками, и я не знаю, кто ему нравится больше. Но если Хосе будет готов сходить со мной на свидание или провести со мной время, я только за. Меня смутил твой секрет. В смысле, стена секретов? Да. Мой секрет. Я переспал на яхте с малознакомой девушкой. Мне кажется, в тебе есть что-то дикое, бунтарское. Это было один раз. Где один, там и два. Да. Хочется увидеть такого Хосе. Хорошо. В каждом новом разговоре... Не очень понял, чем ее это смутило. Да, я не понимаю, можете мне объяснить. С Келли, я вижу черты ее характера, которые мне интересны. Я хочу узнать ее получше. Да, уже узнал в первой серии ее получше. Смотри, чтоб маме захотела, чтоб ты узнала ее получше. От тебя вкусно пахнет. Ребята, сообщение. Парни, привет. Умеете работать руками? Проверим. Вы будете делать массаж две минуты, а девушки выберут победителя. Им достанется особое свидание. Здорово. У меня сильные руки. Я уверен, что хорошо проявлю себя. Я отлично. В физическом плане я не удивлюсь, если ты хорошо себя проявишь. Но у тебя с головой проблемы большие, поэтому... Делаю массаж. Мощные руки. Я знаю все места, которые нужно массировать. Надо знать, что делать. Облапайте меня. Сынок, это я не про тебя. Я надеюсь, сейчас все будут в супер открытых купальниках, чтобы Дима потом накладывал блюр, иначе мне придет 18+. Давайте, девчонки, дерзайте. Желательно без лифчиков. Раздеваемся. Ложимся на мягкие, приятные кушетки. У нас завязаны... А, ну ладно, так вроде... Ну что, спина и спина, да? Ничего же больше не видно. Ну, голые спины, извините. За что тут 18+, ставить? На глаза. У парней, кстати говоря, тоже. Мы не знаем, кто где стоит. В течение двух минут парни делают массаж девушкам, лежащим перед ним. Девушки ставят оценки от 1 до 5. Да начнется массаж. Парням завязали глаза, чтобы все были в равных условиях. Возможно, кто-то будет делать массаж своей маме. Я немного переживаю из-за того, что ничего не смогу увидеть. Как понять, что перед тобой происходит? Случайно. Реально прикольно, если ты выходишь и делаешь массаж своей маме. Можно дотронуться до чьих-нибудь прелестей. А как увидишь, если глаза завязаны. Мне плевать, кто меня будет массировать. Просто сделайте мне массаж. Да. Вот тут. О, мой боже мой. Да, да. О, хорошо. Очень хорошо. Да, да. Боже мой. Что может быть лучше, чем массаж от 8 молодых парней? О, да. Боже, не останавливайся. Что там вообще происходит? О, да. Если у Лизы будет счастливый конец, а у меня нет, я расстроюсь. О, да. У меня неплохо получается. Мамы довольны. Просто он идеальный актер. А может, я это говорил? Если говорил, ребят, извините, пожалуйста. Просто хочется высказаться еще раз. Он идеальный актер в такой, знаете, тупую американскую комедию, где он такой злой, крутой спортсмен, который в конце обламывается и получает от главного героя, который был чмошником, трендюлей, так скажем. Ну, посмотрите на это лицо. Это же прям идеальный актер. Накачанный, с карикатурным лицом, волосы назад. Бл***ь. Ну, при этом, конечно же, я понимаю, что он выглядит очень хорошо. Посмотрите на это тело. Ну, как бы... Человечек явно работает. Кайф. Когда мне хорошо, меня слышно. Пять из пяти. О, да, отлично. Да, как раз вот здесь. Посильнее. Меня трогают какие-то куриные лапки. Это все, на что вы способны? Единица. Я не знал, кто передо мной, но реакции не было вообще. А, подождите, он Келли делает массаж? То есть тут вообще идеальное сходство. Билли Келли. Это... Или это не Келли? Гробовая тишина. Похоже, я делал массаж очень плохо. А, так это Келли. Единица. Робкий кос... Бля, какой кошмар. Ужас. Саня, как будто он никогда не трогал женщину. О, Папка Лиза-то наш, да? Смотрите, боксерские трусики. Тело намазал. Ну-ка, блин, давай, показывай нахрен. Перед массажем я брызгаюсь маслом. Вот иногда... Ну, давайте так. Если происходит что-то странное... У меня есть идея, в чем тут была логика. Точнее, версия. Ну, какая тут может быть версия? Чел поднял свои подмышки волосатые, бахнул туда вот этого масла, чтобы... чтобы что-то. Перед массажем я брызгаюсь маслом. Многим страшно сразу массировать спину или попу, но это точно не про меня. Начинаешь оттуда, а потом делаешь вот такие движения, как будто гребешь на лоб. А еще когда подмышки-то обмазаны маслом, етит твою мать, как летит просто все по телу сразу же. Бам-бам-бам. Сотки. А потом... Ой, ну по массажу самого правого вот этого парня забыл его имя. Все понятно, что там не единица, а ноль скорее. Посмотрите на эти движения, пожалуйста. Распределяешь энергию по... Тело. Женское тело ковер самолета, а я на нем Аладдин. Да, еще бы лизнуть ножки и прям вот этот лак слезать с пальчиков. Я нашла нового спутника. О, да. Я с детства... Напомню тебе про его бэкграунд и поговорим, нашла от кого-то себе или нет. Я делала массаж Джимми. Когда он просыпался, я мяла ему ножки. Я проявляю любовь через касание. Меня приучили к этому с детства. О, да. А вдруг это Джоуи? Пять баллов. Я готова пойти с ним на свидание. Да, детка, вот здесь. По-моему, я делаю массаж своей маме. Мне некомфортно. О, да. Детка, в какой-то момент меня чуть не вырвало. Этот парень... Это твой сын, не переживай, Эбрил. Знает, что делает. Пять баллов. Надеюсь, это Джоуи. Вот это тренировка. Я весь употел. То, как мужчина делает массаж, может сказать о многом. Поверьте мне. И хорошо, что мы не видели, кто был перед нами. У нас есть победитель. Ла-Пас, Мексика. Им становится Джимми. Блин, клянусь, вот я не знаю, вот иногда вот почему-то я не останавливаю. Я почти всегда даю какие-то предположения. Клянусь, вот хотел сказать Джимми. Ну, точнее, я хотел сказать, наш конъюнктивит победил. Я знал, что выиграю. Я часто делал девушкам массаж. Впрочем, я хорош не только в этом. Мы знаем. Джимми может выбрать, с кем он сегодня пойдет на свидание. Я приглашу особенную девушку, с которой я еще не был на свидании. Это Шарлин. А я ведь только недавно говорил, что ее никто не выбирает. Пожалуйста, ребята. Я рада, что Джимми выбрал меня. Посмотрим. Прям вот волосиками прикоснись к ее плечикам на подмышках. Там они у тебя как раз все в масле. Вот так обмажься прям немножечко об нее. Это приятно. Что получится? Вы отлично проведете время. Может, еще массаж? Я не хочу, чтобы в конце было что-то эдакое. Спасибо, сынок. Обнадежил. Во-первых, Шарлин – красивая женщина. Во-вторых, у нее классное чувство юмора. В-третьих, она открыта к новым отношениям. Здорово. Чтобы в десять была дома. Посмотрим. Будь джентльменом. Отодвинь стул, придержи дверь. Растегни бюстгальтер. Я никогда не делал этого вслепую. Звучит заманчиво. Поздравляем Джимми и Шарлин. Джимми и Шарлин. Сколько лет твоему брату? Скоро будет 31. Мама обожает его дочку? Конечно. Первая внучка? Да, первая. Она будет настоящей королевой в семье. Да, ее избалуют. Ничего. Это нормально. Я расстроен, что не выиграл конкурс с массажем. Было бы здорово пригласить Полу на свидание. Она милая и скромная. О, это, ребята, поприветствуйте. Новый соперник Райана. Просто потому, что он положил глаз на Полу. Он это еще не имеет права делать, потому что это проект закрытый. Это проект Райана. Что выгодно отличает ее от других девушек. Я бы хотел узнать ее получше. Я бы не хотел с ним общаться. У него какой-то безумный взгляд туда. И, знаете, вот эти шторы летают от головы. Я уже начал откладывать деньги на ее обучение. Правда? Как мило. Это мой первый подарок ей на Рождество. Конечно, я купил и куклу, но обучение – это важно. Приятно слышать. Семья – это самое ценное, что есть у человека. Похоже, Райан ценит семью. Эта черта в мужчинах привлекает меня. Хочу, чтобы у нее не болела голова по поводу образования. Образование очень важно для любого человека. Приятно, что ты сейчас об этом задумываешься. Спасибо. Это вино? Да, Розе, точно. Люблю сладкое вино. А я нет. Я люблю мискаль. Обожаю его. Мне нравится все. Вино, текила, мискаль. Мне тоже. И вот этот джентльмен. А где моя мама? Райан – зрелый, хорошо воспитанный и умный парень. Эти качества привлекают женщин постарше. Он может быть угрозой для меня, но я полностью уверен в себе. Да, в прошлый раз ты тоже был полностью уверен в себе, и ты, как обычно, оказался прав, братик. И в том, какое впечатление я произвожу. Безусловно. Классная куртка. Круто выглядишь. Спасибо. Мне тоже нравится. Да, он, конечно, одевается, он очень смело. А мне переодеться? Ты и так хорошо выглядишь. Каким быть для тебя? Самим собой. Приятно это слышать. Будь тем, кем тебя воспитала мама. Похоже, что все, кто меня заинтересовал, уже в отношениях. Если так пойдет и дальше, придется выходить на рынок. Я не сдаюсь. Я хочу найти здесь любовь. Обнимашки ладонями. Нет, другую. Ты же обнимаешься с другой стороны. Никогда не видел, чтобы кто-то так любил раздавать пять. Это фишка Пола. Мне кажется, это мило. Мне это нравится. Пойду на улицу. Отлично выглядишь. Повернись направо. Я рада, что пойду на свидание. Джимми хороший парень. И умный. Очень умный. Очень. Желаю тебе... И опытный уже. Тебе хорошо провести время. Спасибо, сынок. Я рад, что мама идет на свидание с Джимми. Я ему доверяю. Я легко отпустил маму на свидание с ним. Здорово, что Харрисон видит, как его мама, возможно, нашла свою любовь. Кстати, еще интересно. Здесь вот выгнали в прошлый раз и маму, и сына. А если, к примеру, мама вообще максимально неактивная, а сын очень активный, что при этом будет происходить? Выгонят только маму? Или в любом случае выгоняют пару мам и сын? Я, правда, не знаю, чего я жду от вас сейчас. Во-первых, вы мне не сможете ответить прямо сейчас. Во-вторых, вы вообще не сможете ответить, потому что таких ситуаций еще не было. Получается, я просто потратил только что секунд 15 своего и вашего времени. Спасибо. А вот и мой кавалер. Хорошо выглядишь. Ты тоже. Спасибо. Не терпится с ней пообщаться. Она замечательная. Джимми заботится обо всех, с кем он встречается. Ух ты! Вкуснятина! Милые закуски! Прекрасно выглядишь. Спасибо. Рад быть с тобой. Взаимно. За прекрасную ночь и прекрасного человека. Взаимно. Салют. Салют. Знаешь, почему я выбрал тебя? Почему? Ты интересная. Тебе есть о чем рассказать. В тебе видна страсть. Спасибо. Джимми говорит очень приятные слова. Я решаю, что... На самом деле, все это красиво, мило. Естественно, мне пофиг, что у него там был конъюнктивит, и что он там что-то делал. Все классно. Просто немного непривычно, конечно, за этим наблюдать, потому что прям видно, что это как будто бы его мама. Она реально очень хорошо выглядит. Это, ну, не какая-то такая, знаете, просто фейк-лесть. По-настоящему хорошо выглядит. Но все равно это не отменяет тот факт, что я сейчас вижу просто маму с сыном. Или типа мальчика и учительницу какую-то. Лектора в университете. Что пора рассказать ему, что я чувствую в этот момент. Что в женщине заводят тебя больше всего? Надо подумать. Ну, а что тут думать? Мы в первой серии уже узнали, что ножки, желательно лак на пальчиках, чтобы его можно было слезать. Я об этом уже говорил раз в шесть. Что мне больше всего нравится? Честно говоря, я занервничал. Шарлин ведет себя очень напористо. Я никогда в жизни не сталкивался с такими женщинами. Во время поцелуя сразу понятно, есть ли между вами связь. У нас есть шанс проверить. Да, есть. Да, скорее всего, она типа слишком опытная, вообще не стеснительная. Она просто такая, что тебе нравится? Если хочешь, можем засаться и понять, есть у нас связь или нет. И, наверное, на этом фоне он млекнет сразу же. Такой, мне нравится много чего. А, да, поцеловаться можно. Было бы, наверное. Спасибо, что ты мне это говоришь. Спасибо. Я не привык к тому, что женщина прямо говорит, что ты должен с ней делать. Я никогда... Чем он чистит зубы? Чем они такие белые? Я никогда с таким не сталкивался. Давай поедим, а потом расслабимся. Короче, грубо говоря, давай поедим, а потом пососемся. Я бы хотела продолжить беседу. Предлагаю нам отодвинуть стол. Я лягу, а ты покажешь мне еще какие-нибудь техники массажа. Идет? Не знаю, наверное. Из Шарлин буквально сочится энергия и сексуальность. Она знает, чего хочет. Но в этот момент мне хочется сбежать. Вряд ли она добьется успеха. Поцелуи для меня это очень серьезно. Я даже во время секса не всегда целуюсь. Клянусь, это правда. Ничего себе. Мы с Джимми не совпали по энергетике. Звезды не сошлись. Я просто трачу свое время... Ну, вообще, да, это видно, если честно. ...впустую. Я мог узнать Шарлин поближе, но я не чувствую химии с ней. Мне придется начинать все заново. Ла-Пас, Мексика. Хочешь провести со мной время у воды? Провести время? Хочу. Можно даже назвать это свиданием. Я польщена. Идем, пошли. Прекрасный день с шикарной женщиной. Спасибо, Джоуи. Между мной и Эйприл сразу возникла... Помните на первой серии, сколько времени было уделено вот этой Эйприл? Просто, мне кажется, первые минут... Ну, семь точно. Семь, может быть, даже десять. И в итоге она просто вот так вот... Бамс. И исчезла. Все. Больше я про нее ничего не видел, не слышал. Связь. Я решил, что неплохо бы провести с ней время наедине. Давай, побрызгаю вот здесь. И здесь тоже, солнышко. Немного массажа не помешает. Здорово, да. Ей, кстати, 59 всего. Очень приятно. Эй, Эйприл, у тебя такая нежная кожа. Спасибо. Джоуи нравится мне все больше. Я... Прикинь, какая она у нее там будет в 74, например. Еще лучше. Вообще будет как у младенца. Она этот, блин. Забыл как... Бенджамин Баттам. ...натория ребенок, и люблю веселиться. С Джоуи мне весело. Каково это встречаться со зрелой женщиной? Честно говоря, это довольно необычно. Но мне нравится. Правда нравится. Я бы ни за что не пошел на свидание с кем-то еще. Мне нужна только ты. Я покраснела? Я сразу отметила твой стиль общения, твои манеры. Ты необычный и не перестаешь меня удивлять. Это получается самая такая... Самая интересная пара на проекте с точки зрения возраста. Потому что она самая-самая зрелая, да? Назовем это так. А он самый-самый незрелый. Прикольно. Ты хорош. Теперь я краснее, боже мой. Нельзя так ко мне подкатывать, Эйприл. Мне самой не верится, что из всех молодых ребят на Виле меня тянет к самому молодому. В Джоуи есть что-то, что нельзя увидеть с первого взгляда. Он буквально излучает спокойствие. А сейчас это как раз то, что мне нужно. Я стараюсь избавляться от барьеров и стереотипов, которые мешают мне в личной жизни. Все говорят, Эйприл, тебе... Не Эйприл, а все говорят, Эйприл... Вот столько лет, тебе стоит искать мужчину, который будет максимум на 10 лет моложе тебя или даже старше. Но ведь я молода душой. Я знаю, тебе 25. Молодец. Ты мне нужен. Я буду рядом всю оставшуюся жизнь. Не переживай. Звучало это, конечно, ужасно. Я буду рядом всю оставшуюся жизнь. Типа, ладно, не хочу говорить, сколько. Сколько там? А я всегда буду сексуальным, как твоя мама. В Эйприл мне нравится умение слушать. Она открыта ко всему, о чем я говорю. Хотя я еще молод, в душе я взрослый человек. Я рад был услышать это именно от Эйприл. Она знает меня лучше, чем остальные девушки на вилле. Перед вами взрослый человек, кстати. Я думаю, что Эйприл останется со мной. Черт возьми, паук! Проклятие. Я ненавижу пауков. Стряхни его. Эйприл, прошу, не уходи. Идем отсюда. Я думала, что ты согласилась. Привет, привет. Если бы я был там на свидании, увидел бы паука, через секунду я бы был уже в отеле. Пола, можно... Без всяких там, стряхни его, Эйприл, абсолютно неинтересно. Есть только я и паук. И мне надо убежать от паука. Все, это одна цель на жизни. С тобой поговорить? Да. В прошлый раз, когда мы с Полой болтали, между нами проскочила искра. Все нормально. Да, я помню эту шутку. Все нормально. Шучу. Тут рядом есть какой-нибудь пляж? Да, есть. Очень хорошо. Нет, вы находитесь в городе. Ты же не видел то, что там есть море, да, у вас в трех метрах от отеля? Рошей. От особняка, точнее. На Вилле я не так давно. Меня привлекают такие женщины, как Пола. Она все еще молода душой. Мы с тобой классно общаемся, и я хотел пригласить тебя позаниматься водными видами спорта. Согласна? С удовольствием. Спасибо. Что значит с удовольствием? Это что, опять какая-то двойная игра? Поставь в известность Райана. В первую очередь, Райана, который первоначальный Райан, главный Райан, молодой атлет. Алан Айверсон, 1997 года образца. Вот его в известность поставь, и не играй, пожалуйста, в двойные игры, ладно? До скорого. Ла-Пас, Мексика. Я никогда не катался на гидроцикле. Мы садимся, она говорит, держись за меня, обними за талией. Я берусь, и она срывается с места. Сразу набирает скорость. Мы разрезаем волны. Не думал, что у Пола есть такая... Мы в Турции с Эльдаром, ну, мы, наверное, рассказывали эту историю, может быть, раз в 600, просто сейчас как раз в тему. В Турции, когда отдыхали в... В 21-м году. Или в 22-м. Мы просто были два раза, я вот не помню. А, да, в первый раз. Мы, короче, взяли водные мотоциклы, заплатили за 15 минут 20 тысяч рублей. Почему 20? Там 15 тысяч рублей стоило просто, чтобы мы покатались 15 минут. И 5 тысяч можно было доплатить, чтобы за нами квадрокоптер летал, все снимал. Для чего мы хотели это сделать? Чтобы снять красивый влог и туда вставить кадры, соответственно. Итог. Кадры где-то, влога нет. Покатались. Все. Спасибо. Безумная сторона, она ведь не девочка. Ехать на гидроцикле с Пола и все равно, что ехать на Мустанге вниз по горной тропе. Чем быстрее я еду, тем сильнее он за меня держится. Я испугался. Я чувствовала, что у него трясутся руки. Я такого не ожидала. Он же мужчина, в конце концов. Ну и что, мужчинам тоже бывает страшно. Я понимаю. Надо было притормозить. Нет, нет. Жаль, что у Райана не было опыта. Мне нравится учить, но лучше, когда учат меня. Хочу узнать его с другой стороны. Обязательно как-нибудь повторим. Хорошо. Я хочу какой-нибудь кадр, чтобы сейчас Райан темнокожий, который с биноклем вот так стоял с балкона. И все. Но только вместе. Ладно. Ух ты. Мы классно провели время. Согласна. Выпьем. Ты встречался с такими чокнутыми, как я? Или почти такими же? Я никогда не встречался с такими, как ты. Тебе нравятся чокнутые? Это весело. Но я больше всего ценю в женщинах их мягкость, способность любить. Да. Я рада, что тебе было весело. Мне тоже с тобой понравилось. Согласен. Здорово. С кем из ребят у тебя химия? Мы с тобой хорошо общаемся, да. Но я хочу быть с первым Райаном. Ну, тоже как-то это, конечно... Я не знаю. Я не могу этого понять. Зачем соглашаться и идти на свидание, которое по-любому подразумевает под собой какой-то... Не то чтобы даже сексуальный подтекст, а просто какую-то там симпатию, общение. Вот эту же химию, про которую они говорят. Но при этом ты сидишь на свидании и говоришь про другого человека. Я этого понять не могу. Ну, вообще никак. Зачем мне соглашаться или звать кого-то на свидание, если мне этот человек не интересен, а интересен какой-то другой? Как это вообще работает? Ну, типа, вот каково сейчас вот этому Райану? Приятно ли это было слышать? Сто процентов приятно. Если химии нет, значит нужны... Значит, есть физика. Поехали! ...как другие варианты. Удачи нам обоим. Красиво. Какой ужас, зачем я сейчас про эту физику сказал? Мне аж стыдно. Пола особенная девушка. Она шикарная и заслуживает шикарного свидания. Именно такое я и устрою ей сегодня вечером. После скандала со Стефани, Пола хочет возобновить наши отношения. По крайней мере, я на это надеюсь. Да, самое главное просто надеяться, бро. Готов на все, чтобы добиться своего. Боже! Выглядишь потрясающе. С ума сойти, мне нравится. Это тебе. Я рада, что Райан позвал меня на свидание. Я все время о нем думаю. Меня тянет к нему. С ним я чувствую себя защищенной. Если кто-то из вас наблюдает хоть как-то за NBA, Национальная баскетбольная ассоциация, и смотрит периодически их Нельзя грамм, да, так скажем, там очень часто показывают их проходку на матч. И практически все звезды NBA, в особенности как-то так получилось, что темнокожие, сверхсмело и стильно одеваются. И вот забавно, что этот Райан очень сильно как будто бы туда бы вписался. То есть он одевается интересно и вот именно придерживается той же стилистики, что чуваки из лиги. При этом новый Райан не... Ни в коем случае не этот Райан. Этот Райан просто сотрудник какого-то банка. Мне тоже нравится. Я люблю проводить с ним время. Я немного запуталась. Пойду на свидание, там все и станет ярко. Ну я бы обувь тут, конечно, заменил, а так в целом прикольно. Сна. Спасибо, что позвал. У тебя классный вид, да. А у тебя? Не очень. Не очень? Хотя нет, можешь смотреть на меня. А другого мне и не надо. Пола очень привлекательная девушка. Помимо этого, мне нравится ее оптимизм. Мне хочется поддерживать с ней беседу, а это первый закон притяжения. Мне всегда хорошо с тобой, правда, а мне с тобой. Я сказала Хосе, что ты мне нравишься, особенно после того, как я пообщалась с Шенноном. Я это ценю. Это правда. Очень важно, кто и как тебя воспитал. Согласен. А, с Шенноном. Шеннон, это мама, да? Шеннон. Да, это мама его. Все, я просто думаю, что за Шенноном. Нужно знать свои корни. Расскажи про свои последние отношения. Они были страстными. Правда? Да. Я по природе человек горячий, и меня привлекают точно такие же люди. Наверное, поэтому мы вместе. Нас объединяет страсть. Это хорошо. Я вот что заметила. Когда ты рядом, так, ты смотришь на меня. А когда я поворачиваю, чтобы посмотреть на тебя, ты отворачиваешься. Это пикант, но я тоже страстная. Я встречалась с одним мужчиной. Так, он хотел видеться со мной каждый день, а я не могла. Работа, семья. Понимаю. Он потребовал, чтобы я все время проводила с ним. Это перебор, да. Это перебор, говорит, да. Ничего не усложняло, все усложнилось самым. Я вот не знаю, какой этот район в жизни, если честно. Согласен, Пола. Наши отношения развиваются стабильно. Поле все проще становиться открытой в моем присутствии. Она впервые рассказала мне о случае из прошлой жизни. Я считаю, что это хороший знак. Связь между нами стала еще крепче. Прочитай, что там написано. Вива Эль Суэньо. Это означает, живи своей мечтой. Очень красивый ресторан, чудесный. Вива Эль Суэньо, ребята. Не забывайте и всегда помните. У вас все получится. Просто живите мечтой. Акад. Рядом. И лайк поставьте, пожалуйста. Я прямо вот сейчас вижу, как... Ну, обычно сколько? Процентов 70 забивает хер на мои слова. И вот эти 70% людей сейчас сидят такие... Все хорош, пи***й. Давай уже нажимай play, а? Не буду я ставить принципиально, тварина. Райан, и я чувствую себя хорошо. Если рядом со мной другие люди, мне нужно думать, что сказать. Когда рядом Райан, все идет само собой. Я рада, что мы вместе. Я живу своей мечтой. Только больше не отворачивайся, когда я на тебя смотрю, ладно? Ну все, тут прям как-то слишком все хорошо выглядит пока что. Понятно, что поспешных выводов делать не стоит. Эта передача достаточно странная, но вроде как прям супер. Салют. За еще один прекрасный день. Даже так, за наше шикарное второе свидание. Выпьем. У меня появляются чувства Крайана. Я кожей чувствую его энергетику. Я давно не испытывала таких ощущений. Я рада разделить с тобой этот вечер. Я сразу поняла, что ты тот, кто мне нужен. За жизнь. За жизнь. И приключения. Точно. Ла-Пас, Мексика. Ла-Пас, Мексика. Я раньше тебя сказал, придурь. Джимми. Табаско. Спасибо. Сообщение. Все сюда будем читать сообщения. Всем привет. Кое-кому из вас пора покинуть виллу и провести ночь на свежем воздухе. Келли, Билли, Стефани, Гэбриэл. Вас ждет глэмпинг на отдаленном пляже. Ура! Я рада провести время с Гэбриэлом подальше от виллы. Единственное, что меня смущает, это то, что Келли с Билли могут остаться на ночь. Я не понимаю, что ее смущает. Все, сыну спать нельзя никогда ни с кем? Или что, я не понимаю. Я довольна. Конечно, я обожаю шик и гламур, но я могу быть грязной и заняться сексом на пляже. Билли, веди себя при... И желательно с Хосе. Лично. Не распускай руки. Ладно. Глэмпинг – это круто. Келли будет весело, но со мной ей было бы лучше. Не уверена. И он такой, ну ладно, да, вряд ли со мной будет лучше. Ты права, мама. Ура! Вилла остается в распоряжении всех остальных. Прекрасно. Что тут? Это я просто пытаюсь ставить паузу, чтобы монетизацию не сняли. Поэтому, ребята, еще раз. I wanna get away! Здорово. Да. Шатер очень милый. Атмосфера просто сказочная. Но я не уверена, что мама Билли позволит нам спать в одной кровати. Будешь шампанское? Нет. Нет. Обалдеть. Я уверен, люди точно хотели, чтобы их обрили шампанским. Это круто. Хорошее поведение. Приятно после всех дрязг и ссор убраться подальше от виллы. Я расслаблюсь и проведу время со Стефани. У наших отношений огромный потенциал. Не терпится узнать, что ждет. Нам нравится, что он, кстати, очень сильно уверен. Он уверен и с первого же свидания. Типа, да у нас все реально чики-пуки. Да мне вообще похер с кем она там сосалась. Я знаю, что будет. И в итоге пока у него все очень даже успешно получается. Дальше. Всего облил. Попало на лицо. Вот, я хотел увидеть взгляд мамы. Они тебя злят? Как же ему сейчас некомфортно. Ес! Давай я их побью. Боже, не могу на это смотреть. О, да, мама. Твоему сыну облизывают ушки. Это тяжело. Келли любит выражать чувства на людях, но мне неудобно, когда рядом мама. Мне это не нравится. Ей лучше бы умерить пыл или придется вмешаться. Хотя нет, я не уверена. Пусть разбираются сами. Слава богу. Либо ты скажи ей, чтобы она поумерила пыл. Можно рассказать твоей маме, что ты хотел сделать как-то? Видели его лицо? Пожалуйста, посмотрите. После слов можно рассказать твоей маме. Можно рассказать твоей маме, что ты хотел сделать как-то ночью. О чем речь? Давай расскажем. Я не хочу знать. Не будем. Билли волнует, что скажет его мама. А я буду наслаждаться моментом. Да, как же ей похер вообще. Она просто такая. Я буду дальше кусать его ушки. Никто не запретит мне этого делать. Мы выбрались с виллы. Вы вроде хотели уединиться. Хотели, но Стефани ходит за нами по пятам. Не бойся. Я не дам тебе... Да, реально ребенок. Я в обиду. Идем? Пока. Келли подвыпила и начала вести себя немного вызывающе. Да, она еду выпивки так себя вела, не переживайте. Это круто, мне нравится. Снимай толстовку. Интересно, что они там делали? Как думаете, Стефани и Гэбриэл перейдут на новый этап? Какие у вас мысли насчет них? Гэбриэл – джентльмен. Он умеет говорить о чувствах, между ними есть химия. Согласна. Мы все видим эту химию. Но наступает момент, когда пора понять друг... Вам не кажется, что вот эта вот девушка новая, забыл, как ее зовут, сейчас, секунду. Мы все видим эту химию. Вот она бы идеально вписалась не вот в этот проект, да, а в какой-нибудь, не знаю, в фильм Гарри Поттер. Вот она, знаете, преподаватель в каком-то классе по какому-то там зелью и варенью. Ну, вы поняли. Она просто идеально как-то вписывается. Но наступает момент... Или если бы она продавала вот эти волшебные палочки в этом городе или в банке сидела. Ну, прям вот супер, я считаю. Когда пора понять, дружба ли это или нечто большее. Все верно. У них есть хороший шанс это выяснить. У Габриэла и Стефани есть связь. Мы со Стефани общались. Она утверждает, что они с Габриэлом всего лишь друзья. Но ведь многие отношения начинались с дружбы, так? А твоя мама с Билли точно перейдут от слов к делу. Я уверена. Я тоже так думаю. Я в этом уверен. Если Билли не проявит инициативу, мама сделает это за него. А если ему вдруг не понравится... Хотя, что за чушь? Я знаю, что ему все понравится. Билли, снимай. Хорошо. Да какой ужас. Билли, давай. А, да, сейчас. И трусы. А, трусы. Да, сейчас сниму. Хорошо. И лег. Тут сказать нечего. Просто в одеяле что-то происходит. Может, нам собаки лежат. Это я с ютубом сейчас разговариваю. Не с вами, ребят. Наконец мы одни. Я хотел с тобой кое о чем поговорить. В другой ситуации я бы уже давно поцеловал бы тебя. Но сейчас мне не хочется торопить события. Я хочу, чтобы ты знала. Мне нравится узнавать тебя все больше. Знаешь, что мне не нравится в этой Стефани? Она все время какая-то как будто бы, знаете, она воспитатель в детском саду, который работает типа по 24 часа в сутки, два через два. У нее всегда какой-то уставший, замученный вид, какой-то запаренный. Или, не знаю, или я так на это обращаю внимание как-то только в такие моменты. Не знаю. Я считаю, что я испытываю к тебе огромное уважение. И мне хочется узнать тебя и дальше. У меня не было таких серьезных отношений. Обычно у меня все происходит быстро. Но мне впервые не хочется никуда спешить. Спасибо, Габриэл. Ты замечательный. Мне нравится, что Габриэл уважает мои личные границы. Из-за этого меня тянет к нему еще больше. После того, как я поцеловал Райана, разыгралась драма. Мне не хочется ее повторения с Габриэлом. Я никуда не тороплюсь. Правильно. Поэтому поцелуйтесь в щечку на 12 неделе примерно. Пойдем. Помоги мне, моя маленькая готическая принцесса. Пока что они больше похожи на таких двух чуваков, которые вместе отучились в школе, в универе. И они просто дружат. Ну что? Билли, положи мне руку на ногу. Останемся тут? Я не могу. Мне некомфортно на этой кровати. Серьезно? Да. Очень неудобно. А мне плевать. Я наслаждаюсь моментом. Не понял, это убили стояк? Пусть все идет, как идет. Я тебе доверяю. Она знает, чего хочет. Но мне странно было засыпать рядом с человеком, который так надрался. Ты не разозлишь? Она потом еще немного похрапит, не переживай. Если я скажу, что хочу уйти. Я уважаю тебя и думаю о тебе. Не думай обо мне. Ладно. Я, наверное, останусь. Точно? Да. Слушай, приятель, ты говоришь одно, а потом делаешь совсем другое. У меня нет времени на эти игры. Хочешь спать в комнате с мамочкой? Я никого не держу. Наслаждайся, типа. Думал, сорвал джекпот? Да фиг тебе. Вчера вечером Билли ушел от меня. Я была так раздражена, что не могла уснуть, а потом вернулась на виллу. Как-то так. Джоли, кто-то... Ну, вообще жестко. Конечно, он ее опрокинул. Но тут, наверное, его можно понять, если она действительно там пьяная. Хочешь, блядь, зачем я это обсуждаю? Ушла и ушла. Все, точнее ушел, ушел. Сотучиться. Я спрячусь. Войдите. Привет. Доброе утро. Привет. Мама спит? Даже если да, ты бы меня разбудил, Билли. Я вас оставлю. Билли плохо поступил. Билли работал с мамой. Она у меня человек прямой. Если не быть с ней честным, она может слететь с катушек. Я готов продолжать общение, но нам с тобой нужно немного сбавить обороты. Не знаю, зачем нам это. Мы не движемся вперед. Я привыкла встречаться с мужчинами, которые знают, чего хотят. Они считают, что провести время со мной – это честь для них. А ты это не ценишь. До истории с глэмпингом я реально испытывал чувства Келли. Мне казалось, что между нами химия. Но теперь, когда я оставил ее там одну, все это не имеет смысла. Мне... Ну так надо тогда сказать, что все это не имеет смысла. Мне все это нравится. Просто давай сбавим обороты. Жаль, что все так получилось. Ладно, наслаждайся утром, потом еще поговорим. Ладно. Я дам ему столько личного пространства, что он не будет меня замечать. Позовешь Джоуи? Ладно. Я все испортил. Привет. Доброе утро. Как дела, мисс глэмпинг? Есть хочу. Я понял, о чем ты. Спасибо. Привет, Келли. Привет. Простите, я неважно выгляжу. Ты всегда красивая. Приклица вот такой. Ты всегда неважно выглядишь. Нам нравится, когда ты без макияжа. Спасибо. Я не видела тебя вчера вечером. Я вернулась домой, не волнуйся. Хосе был со мной. А где была ты? Хосе должен был быть со мной. Он бы не ушел. Я переживал. Билли ушел от меня. Ты бы так сделал? Нет. Договорились бы, что ничего не будет. Поболтали бы. Повеселились. Если у вас совпадает энергетика, если есть химия, можно остаться и поболтать. Просто выпуск, в котором уже употребилось слово химия раз в 850. Я здесь ради одного. Сходить на свидание с молодыми парнями. Келли, а ты быстро заводишься, да? Есть такое. Дело не в этом. Она настоящая. Это круто. Вот именно. Я только что увидел Келли. С хорошей стороны. Скорее то, что она ранимая. Мне это нравится в людях. Она тебе не подходит. Иди дальше. Иди дальше. Хорошо, мама. Дальше. Так и сделаю. Я иду дальше. Некоторые влюбляются в меня с первого взгляда. Я знаю. Не хочешь торопиться? Пока. Узнав, как прошло свидание Келли с Билли, я решил показать ей, на что готов настоящий мужчина. Она не знает, что сейчас будет. Ну-ка, ну-ка, нахрен. Тук-тук. Открывайте. Войдите. Это я. Привет. Все хорошо? Да. Отлично. Хотел тебе кое-что предложить. У нас было мало времени, чтобы как следует наговориться наедине. Поэтому пока моя мама спит, пойдем в кладовку, поболтаем. Я долго думал, как нам с этим быть. В общем, у меня есть план на сегодня. Но для этого нам нужно сбежать. Адреналин зашкаливает? Как тебе идея? Я согласна. Идем? Будет здорово. Согласен. Самое главное, что рядом не будет мамы и Джоуи. Я в шоке. Хосе спросил, хочу ли я сбежать с ним. Что за вопросы? Это была моя мечта нахрен. Конечно, я хочу. Согласна? Да. Идем. С Билли не срослось. И вернулся мой принц на белом коне. Я первый. Встретимся у лестницы. Мы оба волнуемся. Мы, как в фильме «Миссия невыполнима», не привлекаем внимания. И поэтому идут вдвоем. Точно внимания не привлекают. Моя мама молода душой и свободна. Когда речь заходит об Эйприл, у тебя загораются глаза. Да, я обожаю Эйприл. Я люблю даже просто разговаривать с ней. Вот и я о том же, да. И ты хочешь о ней заботиться. Мы только хотели сбежать, и тут Шена смотрит прямо на меня. Я пыталась не попасться ей на глаза. Да, Хосе встречался с несколькими девушками, но сегодня я докажу ему, что он должен быть только со мной. Вы видели? Шена видела. Я переживаю. Девчонки офигеют от того, что произошло. Не знаю, девчонки, вы офигеете, нет? О, Пола, смотрите, переживает. Сыночка свою ищет. А сыну всего лишь 30 лет. Короче, ребят, это мы посмотрим уже с вами Next Time. Очень хорошая серия. Я доволен просмотром. Надеюсь, что вы тоже. Обязательно ставьте лайк. Пишите свое мнение. Обсуждайте со мной ту или иную очень важную проблему, которая происходит здесь на шоу. Та или иная проблема, понятное дело, я не прокуту одну. И в целом подписывайтесь на канал. Ждите ролик уже завтра. С вами был Евгений. Я вас целую, люблю и ценю. Пока. Спасибо за просмотр. Пока.